приветик всем я сегодня снова на кухне и сегодня у нас пирожочки из дрожжевого теста только что моя хлебопечка приготовила мне мое тесточка вот сегодня работаем без коврика для теста потому что все таки дрожжевое тесто я люблю больше делать на столешнице она скажем глянцевая и даст работе легче с глянцевой поверхностью хотя силикон тоже неплохо работает но все-таки хотелось бы дрожжевое тесто чтобы было ему вольготнее на такой глянцевой поверхности тесто значит у меня на молоке значит 200 грамм теплого молока 30 грамм значит одно яйцо 8 грамм дрожжей 200 грамм молока 2 столовых ложки сахара и столовая и чайная ложка соли в принципе я наверное напишу все таки это обычный рецепт дрожжевого теста как и на хлеб ну а в пирожочки просто добавляется сливочное масло 70 грамм и немножко больше сахара вот капуста у меня масличка мало капуста у меня была квашеная еще есть мы квашеную капусту всегда много делаем много поедаем вот в перемешку со свежей капустой немного было фарша буквально грамм 150 дело как-то котлетки осталось фаршик пережарила и два вида капусты квашеная и свежая будет такая кисло-сладенькая капусточка потому что чуть-чуть сахарку я когда тушу немножечко сахарку если есть кислая капуста квашеная то немножечко сахара надо добавить чтобы стабилизировать кислоту с сахаром ведь основана работе с утра был у нас снежок вот я погуляла немножечко купила как раз молочка зашла в свой мебельный говорю девчата порадуйте меня пожалуйста я вам уже здесь надоело не говорят нет не надоели в общем-то обрадовали дай бог ну в принципе однозначно до нового года будет однозначно вот но говорит будто бы сегодня должна приехать машина в одессу на склад вот если она приедет сегодня в одессу на склад то завтра здесь будет остаточная мебель купе же давно уже здесь стоят меня ждут вот и будем тогда уже делать обзор квартиры наша но я не знаю может быть я созрею на то чтобы пройтись и показать старую мебель сможет созрею не знаю как у меня сейчас со временем потому что у меня еще в в разморозке лежит я пирожки дрожжевые я буду и говорить с вами по болтову болта как болтушки о болтушке будем с вами и разговаривать и говорить о насущной жизни значит я скалкой с дрожжевым тестом не работаю потому что он же дрожжевое но нежное но прикольное но классная играет скрипит щелкает мы как-то со внучкой я вам уже рассказывала наверно повторяюсь но я повторюсь с младшей внучкой с полейшей полечка моя делали пирожки но сладенькие с яблочками и противень у меня ребятки снова пусть телен не буду я вот так вот противень покажу и делали пирожки бабушка не скрипят а тесто настолько воздушная такое нежное что она действительно подпискивает в руках когда его пирожок заклеиваешь мы делали яблочную начинку на тёрочке я терла с сахаром из добавила туда изюмчику и делали мы такие сладкие с ней яблочки была довольная вся в тесте вся такая счастливая что она ей поддается вот пирожочки я ложу рядышком друг другу они настолько все в масле что они не слипнутся вот о чем говорила и значит это достала мясо потому что хочется зачистить холодильник потому что у нас предстоит грандиозная покупка мяса моей сотрудницы здесь рядом у нас частный дом моей сотрудницы и очень вкуснячая кормленная натуральными продуктами свинина и мы у нее будем второй раз это покупать и возьмем немного немало половинку свинки и для этого мне надо освободить мои емкости у меня морозильная камера и холодильник но как я понимаю что мясо будет немало фарш отдельно косточки отдельно мяско отдельно и мы будем разгребать свои емкости но их не хватит понятно для пол свиньи и поэтому я договорилась с невесткой что она нам уступит место огромная камера и она нам поможет с этим делом о посадите пузырь пузырики пузырики пузырятся делаю пирожки потому что ну настолько мы всего уже наелись настолько не знаешь чем себя порадовать не знаешь что это самое ну вот решила думаю так капуста есть надо ее употреблять доквасить новую потому что сколько же она будет уже бедная стоять проситься вот я делала на пол килограмма тесто запросила у хлебопечки потому что килограмма много прошлый раз у нас было килограмма два противня было пирожков хочется чтобы они не валялись по холодильнику скажем так и побыстрее съелись а то мясо я достала я сейчас его разморожу отобью и пожарю пивнушек немножечко их потушу в меня есть такой удобный очень этот самый казанок с крышкой протушу немножко чтобы они подольше стояли вот и будет все равно так на подхвате скажем так отбивные когда вики на работу когда я закрою больничный тоже пойду на работу я на больничном ребят но дело в том что улучшение меня уже радует я делаю два дня укулы и они свое свое сделали видимо все таки обоняние моё восстанавливается и то есть было в принципе температуры не было заложено сноса так и подписчики спрашивают что там с беляевыми что там с юлей с сергеем значит стабилизируется у них здоровье идут на поправку много людей спрашивали переживать спасибо вам огромное за поддержку за понимание болеть никогда не радует это понятно леночку тут у божечки если ой чтобы вошлось лена все нормально побежала в школу вчера у ребенка было пять контрольных как она этого держит я не представляю программа бешеная сейчас в школе у деток как-то я считаю неправильно поступая с детьми понятное дело нагоняют программу конец скажем так четверти все каникулы впереди но надо же как-то и щадить детей но куда это пять контрольных за один день шесть уроков пять контрольных но это ли мыслимо но мне жалко спросила у полины как там там нет вроде нету по но видимо не более скажем так программа немножечко по попроще так как тут младшие классы там старшие классы но все равно что-то или подзабылась уже свое но что-то я считаю что это тяжело для детей 5 контрольных за один день мы за своих деток всегда переживаем выдерживает ленка сегодня три контрольных все вообще ну дай бог дай бог пускай пишет держу за нее кулачки вот если получится пойду сегодня схожу к полине хочется не увидеть давно не видела если получится конечно посмотрим по плану вот и я короче сегодня обрадовалась за мебель все я уже вся на взводе хочется уже все поставить и и знаете как уборочку сделать и пройтись уже с удовольствием нет все у меня нормально все хорошо ну просто стенка уже устарела и она меня скажем так трошки уже знаете как где-то ящик поломался где-то там еще что-то ну и она с скажем так темная хотелось бы осветлить комнату мою и поэтому меняемся меблями и все близится к новому году у нас наряжены елки в городе обе у нас две может там еще на крытом рынке есть одна я не была на той стороне города но тут нарядные красивые елочки вообще радует сегодня у нас праздник один вчера был другой у дочери был день рождения у витина и у вики у нашей дочки ну наша наша да говорю может быть это скажем так кому-то даже я же говорила у нас пятеро детей сходные дети то есть у вити трое осталось деток есть детки не осталось витя болтаю вот а у меня двое и все вместе теперь живем пятеро много было мне день рождения вчера была варвара сегодня савы вот а завтра николая подарочки деткам под подушечку малая внучка это самая маленькая николь значит написала николаю записку деда вчера встретили витю написала что витой николай ты она по украински не ложи мне под подушку солодуще вованы растают положи мне куклу лол эти лолы я не знаю ну что то дети нашли в них ребенок понимает что под подушкой солодуще растают не ложи смешнючие дети а у моей сотрудницы один мальчик положил в холодильник в морозильную камеру записку написал дед мороз купи мне не компьютер тоже хохма компьютер сейчас этот уже мальчик уже институт закончил вот-вот женится ой быстро растут детки так ну и все посмотрите я закончила вот теперь мы помажем духовку в ключе вот помажем яичечком и вперед гудит гудит конвекция яичко обычно взбила чуть-чуть я его подсолила потому что ну все равно солька она и глянец придаст пирожку яичко желтизну а солька глянец вот и буду сейчас заниматься мясом пока испекутся пирожочки пирожочки я думаю тоже на 180 это где-то полчаса может минут 25 опять буду смотреть как они будут себя подпекать вот это с полкилограмма видите угадала с полкилограмма теста а был бы килограмм пришлось бы делать два противня это уже многовато зачем вот обильненько красивенько хочется уже крошить салаты ставить холодцы солить скумбрию солить селедочку хочется хочется наполеончик я все-таки решила наверное буду делать медовик сделаю на рождество а наполеон сделаю на новый год еще один у меня есть сюрпризовый тортик буду его делать буду с вами делиться хорошо сейчас я руки помою уйду от вас и вернусь тогда когда сделаются мои мои красавцы красота все до встречи вот мои красавцы пирожки получились все нормально вкуснячие блестящие вкусненькие и от бивнушек целую кастрюльку нажарили вот сейчас я чуть-чуть фрагмент покажу квартиры хлебопечечка что у нас тут готовится осталось 2 часа 2 минутки вон он вылазит красота моя хлебушек будет у нас хороший сейчас чуть-чуть вам покажу цветы вот такие вот цветы красивенные это потолок освещения кубиком вот здесь еще цветы много-много-много цветов а вот эта часть вторая половина комнаты вот эту стеночку мы будем менять все когда придет мебель покажу что будет где как она перестроится маяку деформируется комната переделается все до встречи